Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, на этом ролике, на этом слайде я остановлю видео записи, как раз прочитаю ваши замечательные вопросы, которые уже появились. Можно ли еще на 2 июля купить билет? Нет, на 2 июля уже нельзя купить билет, так же, как и закрытая возможность покупать билеты на Экофест. Это вновь говорит о том, как важно быть осознанным, прекращать, оставлять все на последний день и на последнюю секунду. Для того, чтобы сделать осознанный выбор присутствия на каком-то мероприятии, для этого человеку требуется 5-10 минут. Для этого даже не нужно переживать или сидеть, посчитывать месяц, два или три, хочу ли я присутствовать на каком-то мероприятии. Человек покупает билет и затем все для него начинает складываться. Мне очень важно вновь сделать акцент, потому что я вижу, что мало это понято. У нас в зале, да, всего 550 человек. Все эти места раскуплены еще 15 дней назад. На самом деле, в конце июня уже все места были раскуплены. Буквально меньше, чем за месяц после того, как мы объявили о том, что будет конференция, эти места были раскуплены. У нас существует несколько правил, либо нюансов, если так вам комфортнее, по посещению конференции. И сегодня мы с вами их повторим, потому что на самом деле это очень важно. Вход на конференцию будет осуществляться по билетам. Билеты сейчас уже существуют в вашем личном кабинете фонда Capital. Сейчас, пока мы с вами общаемся, те, кто находится сейчас в этом чате и те, кто слушает сейчас это в записи, в записи вы просто останавливаете запись, заходите, открываете свой личный кабинет сейчас и заходите в раздел «События». Вот те, кто сейчас присутствует в чате, пожалуйста, сделайте это тоже. Вы заходите в верхней строке личного кабинета, смотрите вкладку «События». В ней купить билет на конференцию в Минске. Я вот тоже параллельно с вами сейчас захожу в свой кабинет, чтобы я видела, какой путь проходите вы. Итак, вкладка «События вверху», ECOFES 2012, конференция Skyway Capital в Минске. Когда вы нажимаете на эту вкладку, у вас раскрываются полностью все условия, стоимость, какие будут у нас с вами блоки для того, чтобы конференция прошла, какие конкурсы проводятся компании для тех, кто желает посетить конференцию не только бесплатно, но еще и получить вознаграждение в виде возмещения затрат на проживание и на проезд. И как раз на этой странице в конце у вас есть такая вкладочка «Купить или распечатать билеты». И если вы те, кто покупали билеты, когда вы нажимаете на эту кнопку, вы переходите на страницу, на которой в формате PDF и в формате HTML, в зависимости от того, что вы выбираете, у вас уже существует билет, который вы распечатываете и приносите с собой. Помимо того, что вы приносите билет, к сожалению, существуют еще в умах и в сознании людей попытки поиграть к ситуации. И мы знаем, что существуют люди, которые распечатывают 10 билетов на себя и пытаются провести своих знакомых и своих родственников по одному билету. Этот номер тоже не получится, потому что помимо входных билетов важно будет вам иметь с собой паспорт и будут листы регистрации, в которых будут отмечаться все, кто приходит, и будут выдаваться бэджи. Вход в зал будет осуществляться только по бэджикам. Все претензии относительно того, что он в кармане, либо вы его потеряли, либо вы его положили куда-то в папку, оставили на окне, на подоконнике, приниматься не будут. После того, как инвестор, участник, который оплатил мероприятие, прошел регистрацию, вход и выход в зал и из зала осуществляется по бэджу. Та же самая ситуация относится и к третьей части. Это закрытый фуршет, на который имеет... На этот фуршет невозможно купить билетов. Этот фуршет действительно для выдающихся людей, для людей, которые достигли своей работы, были настолько искренни в том, чтобы увеличивать инвестиции, и помогать нашему конструкторскому бюро осваивать эко-технопарк, возводить всю эту технологию, ради которой мы здесь с вами и собрались, сегодня и не только сегодня, в этом фонде игропит, для того, чтобы технологии наконец увидела мир. Вот у нас существует теперь такая категория, выдающиеся люди Skyway. Это эксперты и тупоэксперты, потому что для того, чтобы получить этот статус в фонде, действительно важно очень много потрудиться, и за этим стоит огромное количество работы. Лично времени, бессонных ночей, многочисленных поездок по регионам и странам. Вот сегодня, почему у нас инеты нет, еще раз скажу, что для того, чтобы увеличить, осваивать регионы, увеличивать поток инвестиций, наши директора путешествуют по всему миру. Очень часто бывает так, что за один день директора совершают по несколько перелетов и умудряются приземляться не только в разных странах, но и на разных контингентах. И это все делается для того, чтобы решать все внутренние вопросы фондов, для того, чтобы расширять круг инвесторов и для того, чтобы охватывать новые регионы в том числе. И вот Инета с Володей сегодня в Грузии, Ирина Волкова с Владом, они в Эстонии, в Таллине, и тоже у них там готовится конференция. Евгений у нас буквально недавно прилетел из другой страны и очень скоро опять улетает Евгений Кудряшов для того, чтобы решать все вопросы удобства, легкости, обеспечения легкости для инвесторов вноса вклада по инвестициям. И неугомонные Алексей Суходовик и Сергей Сибирьков вообще уже, наверное, не живут оба. Они давно стали гражданами мира, гражданами планеты и гражданами этого космоса. Поэтому они уже сейчас находятся в пути, в дороге и готовятся к новым встречам. Это действительно выдающиеся люди, которые принесли огромный вклад. Поэтому на третьей части конференции на закрытом фуршете будут присутствовать те, кто оплатил участие конференции. И из участников конференции те, кто имеет на сегодня статус эксперта и топ-эксперта – это все инвесторы, которые выполнили условия конкурса. Вы знаете, у вас были очень красивые условия по личным инвестициям, по инвестициям вашим личным и вашей первой линии. И в зависимости от того, в каком конкурсе вы участвовали, в любом случае вы имеете полное право, вам должно прийти личное приглашение на то, что вы участвуете в третьей части в закрытом фуршете. Там будет присутствовать Анатолий Дарович, и будет очень много людей, которые имеют очень высокие статусы в своих странах, в своих государствах. Это будет прекрасная команда единомышленников и прекрасная команда лидеров, которые осознали в этой жизни действительно, что они могут все, и только они формируют свою собственную реальность. По всем трем категориям в личных кабинетах будет вывешены списки. И сейчас я хочу вновь вернуться к моменту. Сейчас посмотрим. Сейчас я промокаю. Анатолий Дарович. Итак, замечательно. Первый блок встречи лидеров за круглым столом. У нас сегодня 550 участников. На встречу лидеров за круглым столом опять же вход будет у экспертов, у всех, кто выполнил, кто оплатил участие в конференции и кто выиграл по итогам конкурса. Конкурса по личным инвестициям либо личная инвестиция плюс инвестиции с второй линии. И сюда же, на эту первую часть, которая пройдет с 10 утра до 13.30, допускаются лидеры регионов и их команды, которые действительно работали весь год и не один год на то, чтобы увеличить количество инвестиций и технология действительно строилась такими семимильными шагами, которые мы и наблюдаем. Акцент делаю на том сейчас, что выборка участников первой, второй и третий сет, так назовем, конференции осуществляется только по факту оплаты в личном кабинете. И если кто-то не оплатил, но желает участвовать, человек не допускается. Сегодня зал переполнен, поэтому важно было позаботиться о себе заранее. Огромная просьба ко всем, кто участвует только во второй части конференции, где будет очень много награждений, где будет очень много сюрпризов. На самом деле это так. Мы не можем сейчас раскрыть это перед вами, потому что тогда исчезнет весь шарм этой конференции. Но во второй части конференции с 14.00 до 17.30 участвуют все, 550 человек, кто оплатил участие, и кто будет в это время находиться в гостинице. Просьба к тем, кто участвует только в этой второй части, не приезжать заранее. Приезжайте, пожалуйста, в 13.00. В отеле все равно все остальные будут на конференции. Вход на конференцию в зал будет закрыт. Фуршет еще не начался. И если вы приедете очень рано, то вам придется самим себя чем-то занимать. В отеле Пекин это великолепный отель на самом деле. И все же там тоже существуют свои собственные правила для того, сколько людей может одновременно заполнить лобби отеля. И ту зону, которая начинается возле ресепшн. Поэтому, пожалуйста, если вы участвуете только во второй части, а вы увидите себя в списках, эти списки до пятницы будут размещены в личном кабинете, то вы приезжайте к 13.00. В 13.00 начинается регистрация для тех, кто посещает вторую часть конференции. И по фуршету, по фуршету еще расскажу, это будут именные бейджики, которые выдаются каждым. И для тех участников, кто участвует и в первой части конференции, и во второй, и на фуршете, у вас будут свои собственные бейджи. Пожалуйста, их сохраняйте. Конечно, на фуршете, если вы решите как бы одеть вечернее платье, либо с мокингом, там будет неуместен бейджик. Но на входе предъявить его вы будете обязаны. Поэтому, пожалуйста, ведите себя как взрослые люди. Не предъявляйте претензий тем, чьи обязанности входят. Контролируйте, проверяйте входящий в зал. Ведите себя осознанно и просто имейте с собой документ, который дает вам пропуск. В данном случае это бейджик. У нас будет перевод на 7 языков во время конференции на всех трех частях. На первой, на встрече лидеров. На второй, на общей конференции. И на третьем, на фуршете. Переводчики у нас будут сидеть отдельно в кабинах, в конце зала. И всем, кто нуждается в переводе по группам, которые привелены согласно андамных, которые вы подавали, когда регистрировались и оплачивали конференцию, будут выдаваться наушники на группы переводов. Значит, огромная просьба приготовить какую-то залоговую сумму, потому что это очень дорогое оборудование, с вас ее потребуют. Опыт, к сожалению, показывает, что если человек оставил какой-то залог, он считает нужным вернуть наушники и забрать свои собственные кровные, родные деньги. Как только у человека не берешь залог, он почему-то считает нужным убежать вместе с гарнитурой, которая ему совершенно не нужна, которая затем просто выкидывается в помыльное ведро, а компании, которые занимаются обеспечением перевода на конференции, несут убытки совершенно неоправданные. Поэтому группы по переводам эти списки тоже будут размещены и будет просьба только для, значит, когда и вдруг вы себя, вы рассчитывали, что вы попадаете на конференцию на второй день и вдруг вы с удивлением обнаруживаете, что вас нет ни в одном списке. В первую очередь вы пишете в службу поддержки и они просто идут и сверяют списки. Эти списки есть у всех отделов, доступ есть у всех в магазине, поэтому зайдут и проверят, оплачивали ли вы. Если вы не оплачивали, все равно рветесь и доказываете, что вы там должны быть, то менеджер будет разбираться, что происходит и почему. Второй момент, который может, вопрос возникнуть, он очень важен и вы решите уже сейчас. Если вы нуждаетесь в переводе на свой язык, будет вывешено, на какие языки будут проводиться переводы на конференции и вы смотрите, что на этот язык будет осуществляться последовательный перевод, но у вас нет списка для переводческой гарнитуры. Вы звоните точно так же в поддержку либо пишите в поддержку и просите добавить вас в список на переводческую гарнитуру. Сейчас наверняка здесь только те, кто владеет русским языком. Сейчас не работает переводчик, мы не пригласили давнюю, но я очень надеюсь, что вы донесете своим партнерам эту информацию. И сейчас еще раз скажу про второй блок. Итак, первый блок это лидеры регионов и их команды. Они набираются и утверждаются из списка оплативших конференцию. Если человека нет в списках оплативших, то есть место в зале на него не зарезервировано, и он только сейчас вспомнил о том, что хотел бы участвовать, допуска не будет. Причем сразу делаю... Давайте сначала мы завершим с этим, потом перейдем к экофестивалю. Итак, первый блок. Все, кто будет участвовать в этом первом блоке, вы увидите списки, соответствующие в личном кабинете где-то к пятнице, субботе этой недели. Следующий, второй блок, который начнется с 14.00 до 17.30. Итак, второй блок, на котором присутствуют абсолютно все, то есть первая группа участников выйдет отдохнуть, подышать свежим воздухом. Да, у них будет обед, они все пойдут на обед, на свой собственный кофе-брейк, и затем все вернутся. То есть в этот момент будет проходить регистрация тех, кто подъехал позже, тех инвесторов, которые сегодня находятся в статусе клиента, в статусе партнера, в статусе лидера, в статусе просто гостя, в статусе супруга или супруги, или родственника, если вы приглашали таковых, и оплачивали участие на них. Пока все будут проходить регистрацию, первая команда, первого блока пойдет на кофе-брейк, потом все возвращаются, и в 14.00 у нас начинается общая конференция, очень красивая общая конференция. И еще расскажу, у нас будет несколько сюрпризов, раскрывать которые сейчас мы не можем, но вы будете все приятно удивлены. Конференция заканчивается в 17.30, вы сможете присутствовать, вы сможете обниматься, целоваться, фотографироваться, у вас будет на это время. Вот, кстати, в 13.00 вы придете, после регистрации, прохождения регистрации, у вас будет достаточно времени для того, чтобы сделать красивые групповые фотографии, сделать индивидуальные фотографии, на плакатах, на стендах, познакомиться друг с другом. Нам очень важно, чтобы вы знакомились друг с другом, чтобы вы были семьей. Не командой, которая конкурирует, не коллегами, которые пытаются стать сегодня лучше, чем коллега справа и слева вчера, а семьей, которая поддерживает друг друга, которая знает друг друга, которая обменивается опытом. Особенно, если мы говорим о лидерах, очень важно, чтобы вы знали друг друга в лицо. Вы все владеете русским языком настолько, чтобы пообщаться друг с другом, а английским владеете еще лучше, особенно, если мы говорим сейчас о лидерах регионов Европы. Поэтому наш призыв к вам, ко всем, общайтесь, знайте друг друга, как лучшие друзья. Общайтесь друг с другом, как лучшие друзья. Вам не нужно дожидаться конференции, чтобы поздороваться друг с другом. Вы можете общаться в скайпах, вы можете делать какие-то свои собственные встречи. И вообще, это очень хорошо, когда действительно вы становитесь друзьями, возможно, даже начинаете ехать и вместе отдыхать. Вот вторая часть конференции для всех. Затем она заканчивается. Она заканчивается в 17.30, возможно, даже в 17.00, чтобы было время для общей фотографии, для общей презентации. Мы очень надеемся, что у нас будет почетный гость и не один. Если звезды так сложатся и время выделится, но мы с вами наманифестируем и могущественно и все появится. Опять же, вновь для того, чтобы было время сфотографироваться. И затем начинается закрытый, торжественный банкет. И вот тут вновь акцент, потому что, видимо, как-то сложно перевести русский язык на другие языки, потому что мы имеем на сегодня уже несколько таких казусов. Так как банкет, который мы проводим, около 90% участников все же это Европа и в Европе принято, да, в общем-то, как во всем мире, не только в Европе, но и у нас, принято приходить на банкет с супругом либо с супругой. И когда мы объявили об этом для наших экспертов, топ-экспертов и тех, кто выполнил условия конкурса, видимо, в переводе это звучало так, что необходимо, обязанные и просто это требуется, чтобы мужчина пришел с подругой, женщина пришла с другом. И около 80% участников, которые идут уже официально и, зная, там это посещают закрытый торжественный банкет, принялись писать письма по структуре с просьбой, чтобы девушка или юноша составили им пару на этом банкете в пюршете. Это, конечно, смешно могло бы показаться, но нам не смешно, потому что мы четко должны знать, какое количество людей будет присутствовать на торжественном банкете. От этого зависит зал, от этого зависит оформление, от этого зависит все, как будет происходить фуршет и что там будет происходить. Поэтому, когда мы говорили о том, что участники, у которых есть доступ на это закрытое торжественное мероприятие для выдающихся людей Skyway, речь шла о тех инвесторах, которые уже на Экофест приезжают со своим законным супругом либо супругой. И на самом деле очень много многие из вас приезжают всей семьей. Вы привозите своих детей, своих братьев, сестер, вообще всех родственников, включая тещу, включая свекра и всех остальных. Двоюродных братьев и сестер. Так вот, на фуршет вы можете перевести законного супруга либо супругу при том условии, что они у вас посещали Экофест и приехали вместе с вами на все мероприятия. Поэтому сейчас, когда будут отзванивать сотрудники офиса всех, кто участвует либо имеет право участвовать на этом закрытом торжественном банкете, просьба давать достоверные данные. То есть не пытайтесь найти на улице либо на Экофесте схватить за руку спутника для того, чтобы его привезти. Вам это не нужно, нам это не надо. речь только о том, кто уже изначально приехал с супругом, чтобы не получилось так, что человек веселится на банкете, а его вторая драгоценная дорожайшая половина, будь то муж или жена, сидят одиноко наверху в номере отеля и ждут завершения этого великолепного закрытого торжественного банкета. Поэтому вот такие вопросы и такие ответы. Следующая часть, которая очень важна, все вы приезжаете в том числе и в первую очередь для посещения экофеста. Это грандиозное мероприятие, которое впервые прошло в прошлом году и сейчас оно проходит второй раз. Оно уникально, оно отличается всем от того, что происходило на экофесте в том году. Мы, если в том году мы с вами видели нулевой километр, мы садили деревья и только-только начинал заливаться фундамент поворотной башни, того строения, которое в дальнейшем будет выполнять функции музея, то всего лишь за год, за короткие, несчастные, могу сказать, смело, 12 месяцев мы имеем грандиозные предметы. У нас не только построено уже несколько зданий на территории экофеста, уже в рабочем состоянии труд, уже целые сады и рощи с плодовыми, ягодными деревьями, с посадками эксклюзивных деревьев. Мы еще с вами имеем несколько линий технологий, технологий, которые сейчас уже запущены для того, чтобы проходить сертификацию, для того, чтобы показать всему миру, что технология рабочая и что все, чем мы занимаемся, это правда. Помимо того, что у нас такой огромный объем работ освоен в строительстве, у нас еще в разы увеличилось количество инвесторов, которые пожелали посетить экофест. Возможность купить билеты на экофест закрыта точно так же, потому что все места уже завершились, то есть площадь, которую можно было выделить под посещение людей, на сегодня на вся заповеда. У нас почти пять тысяч инвесторов вместе с гостями, с представителями делегации других стран, других континентов, других государств. Это очень видные и значимые люди. На самом деле они так же значимы, как и вы, потому что именно благодаря вам все это состоялось, все это происходит. и все же вас будет очень много на экофестивале. Такое количество людей, это действительно грандиозное событие, грандиозное мероприятие. Первый вопрос, который встает сейчас перед всеми, как доехать до экофестиваля. Я сейчас вам сброшу в чат ссылку, хотя все ее прекрасно знают, и вы все ее видели. Там полностью все схемы того, как вы доезжаете и как вы добираетесь до экофестиваля. С Европы, Европа очень организованная и с Европой очень приятно работать. Европа, особенно если мы говорим про страны Прибалтики, они организованно выезжают на где-то от пяти до десяти автобусах у них каждый раз. Они садятся в своей стране, этими автобусами приезжают в Минск, автобусы никуда не отпускают, все эти дни автобусы их обслуживают. Поэтому на своих же автобусах они приезжают непосредственно на эко-технопарк и проходят там регистрацию и уже имеют допуск непосредственно на экофест. На эко-фестиваль служба секьюрити, которая специально была отобрана для выполнения этих обязанностей, пропускать будет людей только по билетам. Билеты эти у вас либо на почте, либо в личном кабинете. Если вы не нашли их ни там, ни там, пожалуйста, срочно задавайте вопросы в поддержку, которые присутствуют на странице, которую я вам скинула фестиваль rsv-system.com Задавайте вопросы, не стесняйтесь, потому что будет стоять человек и не один, целая череда людей, которые будут считывать ваш QR-код, штрит-код и запускать на экофест. Тоже сразу делаю акцент, что QR-код, штрит-код, он считывается один раз, поэтому бесполезно распечатывать несколько билетов, давать им своим родственникам, пытаясь, надеясь на то, что все пройдут. QR-код, он еще жестче работает, чем билет на конференцию, на которую вы пойдете на второй день, потому что считанный в первый раз он аннулирует все остальные билеты. Поэтому если по билету проходит родственник либо знакомый, а сам участник, инвестор, который все это оплачивал, стоит в очередь сзади, его просто не пустят. Доказывать что-либо будет бесполезно. Ну, наверное, да, можно будет показать паспорт и сказать, что вот, вы знаете, я позволил себе тут схитрить, но это будет иметь чем более чреватые негативные последствия, потому что тем более человек не будет никуда допущен, и что называется, будет поставлена соответствующая галочка, что надо быть очень аккуратным с этим человеком, он не чист на руку и не уважает себя. очень многие задают вопрос, можно ли организовать автобусы от их отеля, опять же, это относится к нашим европейским гостям, к инвесторам из Европы, потому что они приезжают и селятся организованно в одном отеле по 50-60 человек, по факту целый автобус. От головной поступил очень четкий ответ, что никакому отелю никаких автобусов отправляться не будет, либо группа инвесторов сама берет, договаривается с автобусом, автобус приезжает и везет их в Марину-Горку, либо они все берут такси, либо каким-то другим образом себя организовывают и приезжают к месту посадки всех участников экофеста в автобусы. И желательно, чтобы вы делали это тоже группами, потому что уже на входе в автобус будут считываться QR-коды, штрих-коды на билетах и не штрих-коды, там QR-коды, будут считываться эти коды и только после этого человек будет иметь возможность сесть в автобус. Таких посадок, как просто все пришли и толпой загрузились, не будет, потому что на экофесте помню тот год, когда была достаточно большая очередь из людей, потому что это тоже очень сложно пропустить даже по билетам такое огромное количество людей, а у нас в этот раз она увеличивается в пять раз, плюс день гостей, делегации очень высокого уровня с других стран, поэтому будет очень сложно. И при решении о том, что вся проверка будет уже до автобуса, что все точно знают, что в автобусе селит только тем, кого есть билеты, кто имеет право присутствовать, и в автобусе уже будут выдаваться браслеты на руку, по которым все будут проходить, чтобы уже выходя из автобуса, все на площадке экофеста, все менеджеры, вся служба секьюрити знала, что если человек приехал на этом автобусе, он имеет право выйти и посетить эко-технофарк. Для тех из вас, кто приезжает уже на автобусах, просьба написать не в скайп, вы знаете все мой скайп, если что, вы можете взять его у Ирины или у Инеты Анжени, для того, чтобы для вас поставили время, когда вы уже автобусами, не заезжая на Ашидовокзал, там, где будет основная поноска, и приехали сразу в эко-технофарк своими автобусами в определенное время, которое для вас оговорят, перед тем, как вы выйдете из автобуса, зайдет человек, считает своим приводчиком все штрих-коды на билетах, QR-коды, вы все узнаете, что все, кто в этом автобусе имеют право присутствовать на конференции, всем будут выданы браслеты, они будут одеты, и все пошли вперед. Нет браслета, никто не заходит. Поэтому просьба, не садите в автобусы людей, которые не оплачивали, людей, у которых нет билетов, не надейтесь на то, что если там кто-то будет рыдать, страдать и падать в ноги, то этого человека пропустят. Никто никого не пропустит, и человеку придется несколько часов стоять за забором, наблюдая на то, как вы веселитесь. Поэтому, пожалуйста, возьмите на себя ответственность, не садить зайцев ваш автобус, проконтролировать, что все, кто у вас едет в автобусе, имеют билеты на руках и имеют право присутствовать на экофестивале. На экофестивале мы все будем где-то до 13-16 часов, поэтому тоже рассчитывайте на это, посмотрите обязательно, какая будет погода. Минск, на самом деле там жаркий климат, если это жарко, то это жарко, это реально жарко, тем более мы будем в поле, поле, которое расчищено, где деревья, они будут там немножко в стороне, а тут как бы поле, которое будет очень мощно отражать солнечные лучи. Я помню, что когда мы приезжали в 2014 году и закапывали капсулу времени, была неимоверная жара, ну, я вот во всяком случае не особый любитель жары, и у меня чуть не случился тепловой удар, мне было очень плохо на самом деле. Если вы относитесь к людям, которые не особо дружат с жарой, не стесняйтесь, позаботьтесь о себе и возьмите с собой зонтик. Если у вас отсутствует зонтик от солнца, не постесняйтесь, возьмите зонтик от дождя. Но я вас уверяю, что лучше стоять и создать себе не будет в этот раз, как вам говорили, никаких палаток, потому что в тот раз палатка была, но нас было около тысячи человек, сейчас на пять тысяч человек это надо создать шатер, аналога которому нет, то есть нет для этого никакой местности. Поэтому позаботьтесь о себе и подумайте, как вы защититесь от солнца. И понятно, что там будут пункты еды и воды, но когда это пять тысяч человек, вы понимаете, что если вы привезете с собой воду, питьевую, если вы не нуждаетесь, то это будет плюсом к вам. подумайте о своих водителях, то есть если это водитель, который вы надели, вы ему оплатили, и он просто его задача посидеть и подождать, когда закончится экофест, это одно. Но вот сегодня на встрече выяснилось, что оказывается очень у многих в автобусах водителями являются те же самые инвесторы, билеты на которых не куплены. Поэтому уже сейчас решите эти вопросы с лидерами и с директорами, которые едут с вами в этих автобусах. Но эта ситуация обязана быть решена до того, как вы появитесь на полигоне в этой технопарке. Очень красивый вопрос для тех, кто приезжает на своих машинах, вы точно так же приезжаете, вам уже надо будет выйти, вам покажут где поставить автомобиль, вы выходите и показываете свои билеты, вам дают браслет и вы проходите на технопарк. Следующий вопрос, что один из партнеров купил билеты на первый и второй день, но сам не может приехать. Скажите, он может перепродать свои билеты, покупатели есть? Вы знаете, задайте, пожалуйста, этот вопрос в поддержку фонда Кэпитал и в поддержку сайта, где вы покупали билеты на Экофест. Потому что эта процедура должна быть проведена официально. То есть не просто так, что вы передали билеты, а у человека затем попросили паспорт, по каким-то причинам человек вызвал какие-то сомнения у службы секьюрити. И если билет не будет совпадать, а он и бедной, то человека не пустят. А человек потратил время, потратил деньги, и у нас Минск находится достаточно далеко от многих из вас, поэтому это высокие расходы, и если вы едете, уже они должны быть правдой. Пожалуйста, задайте поддержку, объясните ситуацию. Что вот такой не едет, а такой едет. Потому что билеты обязаны быть переписаны, и во все таблицы обязаны быть внесены изменения. И почему? Потому что если я сейчас в прямом эфире скажу, что это можно, всегда найдутся люди, они находятся каждый год. Я полагаю, что это не вы, но все равно такие люди есть, которые объявляют себя, что они не могут приехать, а потом приезжает вся им деревня, и они сами в том числе по одним и тем же билетам. Поэтому решайте вопросы, и чтобы билеты были переписаны. В таком случае вас запустят. Во всяком другом случае вас просто не запустят. Либо сейчас еще если есть время, возможность, вы пишите о том, что вы не можете поехать, вы прикладываете весную причину, и просите пока есть время вернуть вам деньги на бонус или основной счет. Это все относится точно так же, как если бы вы купили билет на самолет, на поезд, и не пришли бы на него. Если вы передаете билет родственнику, родственника не посадят, потому что паспорт не соответствует данным билетам. Если вы не пришли, и самолет и поезд уехал без вас, то это тоже хорошо, но никто в этот момент не торопится что-то возвращать, потому что из-за того, что человек купил билет, другой не попал. Пожалуйста, все решайте через поддержку, на самом деле все решаемо, потому что все здесь поддерживает вас. Оба мероприятия, экофестиваль в Марьевой горке, и конференция 2 июля в отеле Кикин Минска, они созданы для вас, поэтому мы постараемся решить все ваши вопросы, если они будут присланы до пятницы этой недели. На следующей неделе большинство директоров у нас уже улетает, я уже тоже улетаю, потому что будем решать с отелем все организационные вопросы, последняя инспекция и так далее. Огромнейшее количество работ в Эко-технопарке. Как и в прошлом году, сотрудники всего офиса на ногах круглые сутки. В общем-то, так же, как это было и когда были организованы на транс, все крупные выставки, там и все не спит и не ест и не отдыхает для того, чтобы подготовить это грандиознейшее мероприятие, грандиознейшее на самом деле, и вы будете следить обе этого. У меня как бы все, какие вопросы есть у вас, пока мы в прямом эфире, на какие вопросы вы хотите получить ответ по конференции и по Эко-техству. Вопрос-ответ, значит, еще раз акцент, что списки всех трех частей конференции, участники всех этих трех частей, списки будут вывешены в личных кабинетах до конца этой недели. И время решить свои вопросы будет только до вторника следующей недели, потому что во вторник, в среду все уже будут заниматься непосредственно подготовкой и будут отсутствовать в своих офисах, будут отсутствовать в своих домах, потому что уже все выдвинутся в Минск на Экофес для того, чтобы помогать всем, кто занят в организации конференции для вас. Те, кто присутствует здесь, все едут на Экофестиваль и на конференции. Поставьте, пожалуйста, 1 плюс 1. Допустим, первое это Экофест, второе это конференция. Если вы едете только на Экофест, ставите 1 плюс 0. Или если вы не едете на Экофест, а идете только на конференцию, пишите 0 плюс 1. Отлично. Отлично. У нас будет огромное количество видеозаписей, огромное количество репортажей с этих двух событий, на самом деле, грандиозных. И если вы сейчас те, кто не может по каким-то причинам присутствовать там или там, то у вас будет полный объем информации, будут сняты красивые видео, и у вас будет вот этот эффект присутствия. И вы помните, что наш гениальный и уникальный Сергей Сибиряков полностью освоил перископ, Алексей Сухадой полностью освоил перископ, Евгений Кудряшов также великолепно себя, как рыба в воде, чувствует в перископе, поэтому ваша задача ловить волну, посмотреть, с каким спикером вам комфортнее, и смотреть, когда выходит перископ. Но уверяю вас, что Сергей Сибиряков однозначно будет поддерживать, держать вас в курсе всех событий. В курсе всех событий. Ну и в конце я вижу, что вопросов больше нет. Огромная благодарность вам за то, что вы пришли. Еще раз огромное извинение от Иннеты, что ее нет, потому что они в очень важной и очень значимой деловой поездке в Грузию. Очень красивый регион, который сейчас очень заинтересован в технологии, и люди, которые занимают очень высокие посты в этой стране, у меня здесь свое намерение приехать на Экофест, побывать на конференции, побывать на фуншете, вообще познакомиться с Анатолием Гарчем и с самой технологией. И таких людей будет очень много, много в этот раз. Поэтому вот таковы у нас требования и таковы все меры предосторожности. И я могу всех вас поздравить, потому что у нас очень красивые показатели по инвестициям в этом месяце. Честно скажу, что мы ожидали некий спад инвестиций, потому что все же очень большая часть инвесторов выразила намерения и оплатила участие в Экофесте и на конференции. И на посещение этих мероприятий тоже нужны финансы. Нужны финансы, нужно время. И мы допускали такую возможность, что будет снижение потока инвестиций, потому что люди будут готовиться, банально покупают билеты, покупают, оплачивают отель для того, чтобы присутствовать. Но мы с радостью увидели, что это не так, что у нас очень хорошие высокие показатели по этому месяцу, он выше прошлого месяца, выше намного. И это все благодаря вам. Это то, за что мы всегда говорим вам огромнейшую благодарность, это за то, что мы всегда делаем низкий поклон, на самом деле низкий поклон вам, и напоминаем, что благодаря тому, что именно вы взяли на себя ответственность жить в ином мире, на другой планете, жить по совершенно новым законам, быть свободными, и вы сделали выбор поддержать технологию, поддержать человека, поддержать планету. Это сегодня развивается. Вчера на встрече, на вебинаре, у нас уже есть записи, вебинара, имеет ли слово ваш вес? Имеет. Ваши слова, ваши действия, ваши решения, ваши намерения и ваши выборы действительно имеют вес, они имеют вес энергетический, они вносят много света, они много вносят перемен в принятии решений тех людей, которые обличены властью на планете. Поэтому всегда открыто заявляйте о себе, помните, что когда вы позволяете себе заявлять о себе, заявлять о том, где вы хотите жить, какими технологиями вы желаете пользоваться, какую планету вы хотите передать своим детям и внукам, вы делаете разницу. И эта разница осязаема, ощущаема, она чувствуется и ее видно. Это разница в энергиях, это разница, которая создает резонансные точки в сознании человечества, которая создает резонансные точки политики экономики, как когда люди, наделенные властью, пребывающие в иллюзии, что только они вершат бал на планете, вдруг начинают с удивлением обнаруживать, что люди изменились, что человечество стало иным, что человечество наконец начинает взрослеть настолько, что берет на себя ответственность принимать решения. поэтому каждое ваше слово имитность. И мы не прощаемся, потому что мы никогда не расстаемся, и я с радостью жду всех вас на Экофисте, еще с большей радостью жду всех вас на конференции 2 июля, потому что будет весь совет директоров, будут все люди, которые обеспечат, вы познакомитесь вживую со всеми, кто обеспечивает всю работу, работу кабинетов, мультимедийное отдело, отдело перевода, чтобы мы тоже могли выразить огромную благодарность людям, которые делают для нас возможным эти встречи, возможным наши собственные инвестиции, возможным вот этот шедевр, который мы сегодня наблюдаем. И в конце я поставлю небольшой ролик для того, чтобы просто уже мы расслабились, порадовались за себя, порадовались друг за друга и осознали, что нам очень важно быть на экофесте. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дарья и вы смотрите видеоновости компании Skyway Capital, где мы для вас собираем наиболее интересные события за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске вы узнаете итоги посещения Эко-технопарка нескольких делегаций, как принять участие во всемирном флешмобе Skyway и многое другое. А теперь подробнее о каждой из новостей. В Эко-технопарке те же гости, его вновь посетили журналисты издания OnAir. Целью визита было понаблюдать за испытаниями Юнибуса и Юнибайка. Также вновь была поднята тема сравнения Юнибусов с электромобилями, в том числе с Тесла, на котором прибыли журналисты. Издание OnAir давно проявляет интерес к проекту струнного транспорта и освещает основные события Skyway. Хотите войти в историю Skyway? Сегодня это как никогда просто. Запишите короткое приветственное видео для флешмоба Привет Эко-фест со своей родины и его гарантированно увидят гости мероприятия и не только. Спешите! Для участия осталось совсем мало времени. Мы нуждаемся в вашем приветстве и хотим сделать для вас и других партнеров настоящий сюрприз. Начните свое послание с заветной фразы Привет Эко-фест. Присылайте видео на наш адрес ecofest собака skyway.capital С нетерпением ждем ваши ролики со всех уголков мира. Skyway получит золотую колесницу. Премия будет вручена Анатолию Юницкому этим летом в Праге. И в преддверии этого события представители премии посетили демонстрационный сертификационный центр Skyway чтобы своими глазами увидеть достижения проекта. Своими впечатлениями о визите поделился Альберт Жуков который наблюдает за проектом уже более десяти лет. В принципе я сегодня испытал такой серьезный шок. Потому что на протяжении многих лет когда ты видишь презентации рисунки то уже начинаешь понимать что наверное это уже и останется рисунками. И когда ты видишь это вживую и это можно потрогать и не только потрогать но и проехать то можно понять мое состояние. Президент всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салей поделился своими впечатлениями о посещении проектной организации и экотехнопарка Skyway в Марьиной Горке. Целью было убедиться что это правда. Недалеко от Минска есть экспериментальный полигон Skyway. Этот вид транспорта в несколько раз дешевле метро, трамвая и любого аналога надземного транспорта. А стоимость обслуживания сведена к минимуму за счет минимизации человеческого фактора и надежности конструкции. КОНЕЦ На сегодня это были все новости. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...